Я назвал свою проповедь очень литературно, красиво, и она, может быть, не сильно сразу вам скажет, о чем эта проповедь будет, но мне понравилось это название, оно как-то легло мне на сердце. Я в одном беседе с человеком рассказывал ему один пример, историю, и эта история меня очень сильно вдохновила. Мне самому понравилось то, что я ему рассказывал, и я решил этим тоже поделиться отчасти в слове, в проповеди. Поэтому я назвал проповедь литературно, красиво, и она будет называться так – «Изавель наносит ответный удар». Оно чем-то кому-то напомнит какой-то фильм, может быть, да, кому-то какое-нибудь литературное произведение, но, тем не менее, вот так оно будет называться, и Завель наносит ответный удар. И вы знаете, мы сегодня коснемся некоторых аспектов молитвенной жизни христианина, и я хотел бы, чтобы на самом деле в продолжении темы молитвы мы поговорим про важные фундаментальные вещи, но, тем не менее, я постараюсь сделать так, чтобы вам было интересно, и чтобы поддержать ваше внимание, постараюсь быть не очень долго. Я хочу начать с первого послания к Тимофею, 4 глава, с первого стиха. Первое послание Тимофею, 4 глава, с первого стиха. Я хотел бы начать с этого как такого определенного фундамента интересных духовных процессов, которые происходят в наше время. Здесь Библия говорит нам, дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных своей совести. И там дальше, кстати, можете нам высветить, там будет запрещающих вступать в брак, употреблять в пищу то, что Бог сотворил и так далее. То есть Павел ясно указывает о том, что будут люди, которые находились определенное время в вере. Почему? Потому что написано, что они не будут говорить о каких-то космических вещах, о высоких вибрациях, о тонких мирах, о инопланетянах, рептилоидах и прочих модных современных темах, их имтрейлах. Они будут говорить про какие-то вещи, касающиеся уклада церкви, запрещать вступать в брак, употреблять что-то в пищу. Они будут теми, кто выходцы из среды Божьего народа. Но написано, что они оставили, или говоря здесь, Дух ясно говорит, что отступят люди от веры, внимая кому? Духом обольстителем и учением бесовским. Сегодня есть очень распространенное мнение на тему того, что духовный мир не имеет значения. И редко в каких церквях, наверное, наша одна из немногих церквей, в которых вы вообще из-за кафедры услышите хоть что-то о бесах. К сожалению, сегодня многие служители предпочитают делать вид, что это не имеет к делу никакого отношения. Все касается всего лишь плоти человека. Но не переживайте и не пугайтесь, сегодня профы не будет о бесах. Потому что я знаю, что, наверное, уже некоторые люди напряглись и думают, опять он будет говорить о этой теме своей, любимой. Но на самом деле, если вы промониторите то, о чем сегодня проповедуют в церквях, вы услышите разные темы, в том числе в нашем белорусских церквях, нашего братства. Но практически пролистайте все интернет, и я даю вам гарантию, что вы нигде не услышите конкретно проповеди, касающиеся демонического мира, действия духов демонических. И поэтому мы уделяем иногда этому внимание. Смотрите, но здесь Библия говорит, отступят от веры не потому, что просто вокруг такое время, не потому, что просто плоть, не потому, что просто грех, не потому, что просто люди стали их плохими. Конкретным источником апостол Павел здесь называет действие, а здесь очень важно понимать, друзья, из всего, что находится на сцене, материального и нематериального, только один может стать источником действия. Микрофон не обладает таким правом и клавишем. Нет права излагать свою волю свободно. Кто-то должен нажать на клавиши, и только один обладает правом действовать самостоятельно и осознанно. Почему? Потому что он личность. Я говорю про себя, если что. И здесь, смотрите, Павел говорит, что кто-то отступит от веры не потому, что мир сложный, но потому, что действуют определенные силы, имеющие свою волю, имеющие свое сознание, свой разум, свою направленность, и они действуют целенаправленно. И потому, когда внимает кто-то, то есть слушает духов, обольстителей и учений бесовских, и здесь я должен сделать ремарку, Павел четко подчеркивает, это не происходит на уровне того, что какие-то духи где-то кому-то что-то говорят. Они действуют через людей. Я хочу, чтобы мы с вами здесь очень точно и четко выстроили эту духовную цепочку. Есть духовные силы, имеющие цель и волю. Разрушить чью-то веру, уничтожить церковь. Они не действуют в каком-то невидимом абстрактном мире, они действуют, это второй шаг, через людей. И, как правило, это люди, имеющие какой-то религиозный контекст. Пища, одежда, стили музыки, правильно-неправильно и так далее, и так далее. Это люди, которые чем-то заряжены в своей жизни, скажем так. Но Павел четко говорит, они не действуют просто по плоти, за ними стоят духовные силы. И вот результат вот этого действия, да, вот через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. И результат этого действия, через их влияние на других людей, другие люди будут отступать от веры. То есть, последствием будет становиться, что кто-то, имеющий прежде веру, начинает ее терять. Начинает эта вера куда-то исчезать. И здесь принципиально для нас момент, как я уже говорил сегодня, мы не говорим о духовной части этого всего. Для нас принципиальным моментом, вопросом является, почему именно вера? Почему именно вера становится объектом удара или направленности действия этих сил? И мы об этом сегодня поговорим в контексте молитвы, как я уже сказал. То есть, мы должны это в фокусе держать, предупреждение апостола Павла, да, спасибо. Предупреждение апостола Павла, что есть силы духовные, которые действуют через людей и направлены на то, что разрушит мою веру. Да? Есть духовные силы, действуют через людей, направлены на то, чтобы разрушить мою веру. Мы должны держать это в фокусе. И дальше мы постараемся ответить на следующий вопрос. Есть ли такие люди? И какое они влияние? Есть ли вообще такие люди среди нас или в моем окружении, например? И какое они влияние оказывают на мою жизнь, как его распознать? Это первый, наверное, вопрос такой. Что стоит за фундаментом моей молитвенной жизни? Мы говорили в прошлый раз о молитве, о ее концепции, о разных формах, проявлении и так далее. И сейчас я хотел бы коснуться таких, может быть, уже деталей, фундаментальных деталей. И что я могу сделать, чтобы моя жизнь молитвенная обрела силу? Что моя молитва обрела силу и жизнь? Итак, я хочу перейти к истории самого величайшего позора царства тьмы в Ветхом Завете. Я специально эту историю взял, чтобы прочитать ее. Это история, от которой духовный мир царства тьмы до сих пор не может отмыться, оправиться, которую с дрожью вспоминает до сих пор. И я с радостью, с удовольствием эту историю прочитаю. Эта история записана в книге, третьей книге царств, в 18 главе. Тот, кто читает Библию, уже примерно догадывается, о чем будет эта история. Но, да, это как раз, если название логично, да, Израиль наносит ответный удар. Но я вам с радостью прочитаю эту историю. И, знаете, я хочу прочитать ее целиком. И мы потратим на это определенное время. Но это замечательно, потому что это история. Это история, как я подчеркну еще раз, величайшего позора царства тьмы и величайшей победы царства Божьего. Ветхого Завета. Я специально подчеркиваю Ветхого Завета, потому что эта история все равно не превосходит в своем величии историю о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Но, тем не менее, из Ветхого Завета, я считаю, это одна из величайших историй победы и поражения, победы Божьего Царства, поражения Царства Тьмы. Итак, 18 глава, третья книга царств. Мы начнем, пожалуй, с 19 стиха. Это разговор царя Ахава с Или, пророком Божьим, и когда они встретились. И пророк говорит, я вот с 19 стиха читаю, то, что пророк просит царя Ахава. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кормил. И 450 пророков Валовых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели. И послал Ахав ко всем сынам Израилем, и собрал пророков на гору Кормил. И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Вал, то последуйте Ему. И не отвечал народ Ему ни слова. И сказал Илия народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, положат на дрова. Но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И вы призовите имя Бога вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И сказал Илия пророкам Валовым, «Выберите одного тельца, приготовьте вы прежде, ибо вас много. Призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывается». Взяли они тельца, который дал им был, приготовили и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря, Валя, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа. Они скакали у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними, говоря, кричите громким голосом, ибо Он Бог. Может быть, Он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, Он спит, так проснется. И стали кричать громким голосом, кололи себя по обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему и восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илия двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которым Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». И построил из всех камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью две саты зерень и положил дрова и рассек тельца и возложил его на дрова. И сказал, «Наполните четыре ведра воды и выливайте на всесжигаемую жертву и на дрова». И потом сказал, «Повторите». И они повторили и сказал, «Сделайте тоже в третий раз». И они сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия к пророку и сказал, «Господи, Боже, Авраамов, Исааков и Израилев, да познай все день, что Ты один Бог в Израиле и что я раб Твой, сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познай от народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. И, увидев все это, народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Дальше он разобрался с пророками Вааловыми. Это уже отдельная часть истории. Но вот еще раз возвращаясь к мысли истории величайшего позора, которую пережила царица Изавель и все пророки Вааловы, пророки Дубравные, и весь духовный демонический мир, от которого он до сих пор не может оправиться, с содроганием. Каждый, наверное, нечистый дух, который там был участником, вспоминает это до сих пор. Но я хочу, друзья, отметить здесь, чтобы мы понимали маленькую ремарочку того, что произошло на самом деле там. Исторический контекст. Кто была такая царица Изавель, которая была царицей израильского царя Ахава, или женой Ахава? Царица Изавель. Я зачитаю такую справочку, которую дает нам в Википедии на эту тему, собрана с разных, наверное, источников. Я думаю, что это достаточно проверенная информация. Это дочь синодского царя Ефвала, который достиг престола через убийство своего брата. Она унаследовала от него деспотическое высокомерие, непреклонную настойчивость, кровожадную жестокость и более всего фанатическую преданность культу Астарты, жрецом которой был ее отец, как говорил Иосиф Флавий. Сделавшись царицей израильского народа, она презирала его религию и решила водворить в израильском народе свое идолопоклонство. Ахав, попав под ее влияние, по ее настоянию в Самарии был построен храм и жертвенник Ваалу, также устроена дубрава для оргий в честь Ашеры. При дворе Изавели был заведен целый штат служителей нового культа, и она занималась истреблением пророков Господа, считалась главной виновницей религиозного падения израильского народа. Так вот, кульминация истории, о которой мы прочитали, когда пророк Илья говорит, я остался один пророк. Мы понимаем, что позже Бог скажет, я соблюл себе 7 тысяч, но на тот момент из ему, ну как бы известных, доступных ему пророков Божьего народа, он знал, многие из них были истреблены. Это не была игра, это не была шутка. То есть эта царица целенаправленно убивала Божьих пророков. На что там один из сановников говорит, встретившись с пророком, говорит, вспомни, я прятал пророков Божьих, когда Изавель убивала их. То есть это не была просто шутка или игра. Эти пророки, Дубравны, Вааловы, это были люди, завезенные ею с страны своего отца. Это не были простые смертные. Это были жрецы, шаманы, или, скажем, по нашим меркам, колдуны какие-то там высокого левела. Почему? Потому что люди, которые питались от стола царицы и почитаемые ею как пророки, не были простыми гражданами. Это были, как минимум, такие, может быть, хитрые, может быть, обладаемые какие-то духовными силами товарищи, которые смогли этой царице угождать и быть ее такой, скажем, духовной армией. И она усиленно насаждала этот культ. И повсеместно появлялись рощи Дубравы, появлялся культ поклонения Ваалу и прочее, что действительно для Бога было очень большим и мерзким. И мы сейчас переходим уже к сути истории, почему я вообще ее прочитал. В этой истории я хотел бы увидеть важную деталь, которая для нас является принципиальным моментом. Я понимаю, что можно рассуждать отдельно на этой истории, но мы будем брать какие-то как бы аналогии с этой истории. Я напоминаю, что мы говорим сегодня о молитвенной жизни, о некоторых ее аспектах и контексте. Итак, друзья, что мы можем взять из этой истории для молитвенной жизни, ну или для понимания нашей молитвенной жизни. Все ли молитвы в нашей жизни одинаковы? Мы говорили о том, что молитва это отношение с Богом, диалог с Богом, это то, что мы ему говорим, они не являются формальными и так далее. Но сегодня я хотел бы коснуться момента. Все ли в жизни в жизни нашей молитвы являются одинаковыми. Молитва может иметь одинаковые слова, но может иметь разный внутренний источник. И вот для того, чтобы в этой истории нам увидеть разницу между молитвой пророка Божьего и молитвой пророка Валовых, я хотел бы, чтобы мы попытались заглянуть внутрь того, что происходило у них. Илья молится очень простой молитвой, пара слов буквально. «Господи Божий, услышь меня, я знаю, что Ты меня слышишь, я хочу, чтобы Ты явил им». И здесь есть ключевая фраза, кстати, о которой говорит Илья смысл всего задуманного. Это будет 37 стих нам высветите. То, чего сегодня как раз-таки ищут многие люди и не находят ни в проповедях, ни в пророчествах, ни в чем. Я хочу, чтобы вы сейчас изумились увиденному. 37 стих говорит. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ, что Ты, Господь Бог, и Ты обратишь их сердце к Тебе». Вот в чем была цель всего этого. Бог не мог страхом заставить людей любить Его. Бог не мог страхом, как Ваал, заставлять поклоняться через сжигаемые жертвы, через запугивание. Все, что можно сделать, это явить милость к несчастному народу и таким образом обратить Его к себе. Это то, что вы делаете со своим ребенком, когда он ударяет пальчик. Вы не орете на него, как сумасшедший, не запугивая тебя. Еще раз ударишь, отобьешь себе, отрежу вообще возьму. Вы идите и говорите, «Да, я тебя обниму, давай я тебе подую, потому что тебе болит». Приближу тебя к себе. Вот что сделал Бог для своего народа, когда народ был несчастен. Обратишь их сердце к тебе. Вот что сегодня ищут люди. Они порой в трудных жизненных обстоятельствах и приходя в собрания, и слыша пророчества, они слышат себя, «А ты не ищешь меня, поэтому вообще растерзаю тебя. Обращу лице свое, гнев свой на тебя обращу». И люди понимают, что даже в церкви они не могут найти себе утешения. И мы еще к этому немножко вернемся. Но я хотел бы, чтобы мы осознавали, что молитва может иметь одинаковые слова, но разные внутренние источники. Молитва Ильи здесь была молитва глубокого сознания того, что хочет Бог. Молитва веры. Это была молитва, имеющая глубокий внутренний фундамент. В противовес этому пророки Валовы начали молиться по обыкновению, но молитва постепенно их прибывала и приобретала другой фундамент. И это важно понять сегодня. Этот фундамент называется отчаяние. Это две противоположные, диаметрально противоположные истины, диаметрально противоположные состояния фундамента, который может иметь молитвенная жизнь. Вера и отчаяние. Отчаяние — это открытая дверь для разрушения. Вера — открытая дверь для созидания. Я приведу вам простой пример. Например, у каждого из нас есть мобильные телефоны. Представим ситуацию, что телефон поломался. И вы пытаетесь его как-то починить. Вы открываете крышечку, снимаете, вынимаете батарейку и пытаетесь, где-то берете маленькую отверточку, и где-то сидит человек и говорит, вот можешь еще там сделать, можешь еще там. Второй говорит, здесь попробуй проводок перемкнуть. И вы начинаете делать эти вещи, и вдруг, видите, искорка происходит какая-то, дымок пошел. Что вы начинаете в этот момент чувствовать? Вы понимаете, что несмотря на все советы грамотные со стороны, кто-то говорит, возьми отверточку, поковыряйся тут, возьми ножичек, очисти этот проводок, почисти тут контакт, и вы видите, что с вашего телефона идет дымок. Это первый сценарий. Что происходит в этот момент внутри вас? Вы понимаете, что телефон, который до этого минут 10 назад работал нормально, вдруг превращается в кирпичик. В вашем сердце нарастает отчаяние. Вы постепенно понимаете, что чем дальше, дымок больше, тут что-то отвалилось, тут появились лишние запчасти, и вы понимаете, что еще немножко, и вы останетесь вообще без телефона. Отчаяние начинает нарастать, потому что все у вас разваливается. Это первый сценарий. Второй сценарий. Когда у вас поломался телефон, вы знаете, что есть фирма Uniteal. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь на Инстаграм этой фирмы. Ремонты, пленки, чехлы, замена батареек. Я просто тренируюсь, знаете, как в Инстаграме во время контента какого-то. Вдруг начинается реклама, и ты чувствуешь что-то не то. Он вдруг как-то говорит очень странно. И когда он говорит, ссылочка в описании, ты понимаешь, тебя просто покупают сейчас. Друзья, это не реклама, это просто минутка маленькой юмора. Вы вспоминаете, что у вас есть хороший друг, который разбирается в телефонах. Допустим, его зовут Дима. Чисто случайное имя. И вы тогда в этот момент, когда у вас что-то поломалось, вы не спешите снимать крышку. Вы вспоминаете про Диму. И что внутри вас происходит в этот момент? В том же самом сценарии, когда у вас появлялось отчаяние, в другой сценарии у вас вдруг появляется спокойствие. Потому что вы верите, что есть кто-то, кто разбирается в телефонах. Вы знаете, потому что проходили это много раз. И вы знаете, я не полезу туда сам. Я отдам это условному этому Диме, который... Это просто имя. И он разберется это, потому что он делал для меня это много раз. Так работает наша вера. Мы в трудную ситуацию присоединяем кого-то, кому мы доверяем. И кто имеет силу это сделать. И вы приходите в этот сервисный центр и спокойно даете свой телефон. И там делают ребята, вы платите деньги. И забираете свой аппарат довольный, потому что вы знаете, что вам не нужно больше об этом переживать. Вам нет больше сомнений. У вас есть полная уверенность, что там, куда вы его отдали, есть достаточно силы, знания и понимания, и опыта, чтобы восстановить его назад. В чем разница между двумя этими историей? Вы в проблему свою подключаете кого-то третьего. Вы уже не просто остаетесь с советами людей, которые говорят вам, что нужно сделать, и вы видите, как идет дымок и отчаяние наполняет вас. Но вы как будто берете свою проблему и перекладываете на кого-то другого. И этот другой является Иисус. И вы понимаете, что в этой ситуации, когда вы не справляетесь со своей проблемой, вы верите и своим доверием перекладываете свою проблему на Него и говорите, почини это. Вмешайся, потому что я не справляюсь. Сделай что-то для меня, потому что я хочу переложить на тебя и быть спокойным в этом. В этом принципиальная разница молитвы веры и молитвы сомнения. Когда мы доверяем, мы подключаем к этому действию Божьей силы. Только так мы понимаем, что там есть возможность что-то исправить. Мы двигаемся дальше. Я привел этот пример телефоном. Библия говорит, первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Это вопрос переноса своей проблемы на Христа. Это не просто что-то такое, знаете, как психологический факт или трюк. Типа, я себе самоубеждаю. Библия призывает нас. Возложите все заботы на Него. Почему? Потому что если вы не хотите сломать что-то в своей жизни, чтобы оттуда пошел дымок, пригласите Иисуса как специалиста, который разбирается в вашей жизни. У Него есть инструменты, чтобы ее починить. И когда вы Ему доверяете, вы становитесь спокойными. Потому что вы уже не сами лезете в это, но вы доверились Ему, и Он начинает это восстанавливать для вас. Итак, друзья, молитва веры. Я хотел бы, чтобы мы осознали, что это по факту, что это собой представляет. Я сначала прочитаю первое послание Якова, первая глава с пятого стиха. Вы спросите, кстати, к чему тема, что Изавель наносит ответный удар. Мы чуть-чуть, через некоторое время, перейдем к молитве, основанной на отчаянии. И мы поймем, почему я назвал так тему. Но сначала молитва веры. Яков пишет в первой главе с пятого стиха. «Если у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-то от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех своих путях». Итак, Библия говорит, «Если у кого не достает мудрости». Ну, здесь в данном случае речь о мудрости, но я думаю, это применимо ко всему, потому что просите и дано будет вам. И Библия говорит нам много места прошений, но смотрите, о чем здесь важный момент говорится. «Но допросить с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне». Признаки молитвы веры или нашего прошения с верой это то, что мы знаем того, кому мы доверяем. Мы просим у Бога дающего. Здесь Библия говорит очень интересный момент, потому что человек с двоящимися мыслями, сомневающийся, не тверд в своих путях. Да не думает такой человек получить что-то от Господа. Вы знаете, это подобно тому, как я уже продолжу этот пример с ремонтом. Вы приходите в тот же сервисный центр «Юнител», который находится по адресу. Не подготовился. Сейчас была вторая часть рекламы. Возле колхозки слева там такая черная вывеска. И вы приносите, говорите, почините мне телефон. И ребята протягивают руку, чтобы взять у вас телефон. А вы им говорите, а вы точно спараетесь? А вы знаете, какая у меня там прошивка? А у меня там, знаете, стоит, наверное, такой особый модель. А если вы начнете там перепрошивать, знаете, что они вам скажут? Чините сами. Подождите, вы не хотите моих денег? Нет, мы не хотим ваших денег. У нас таких клиентов, как и много. Но вы сомневаетесь в нашей компетентности. Вы сомневаетесь, что мы сможем для вас что-то сделать. И вам кажется, что вы могли бы сделать это лучше, будь у вас инструменты. Поэтому вы не твердые в своем убеждении довериться нам. И для нас проще вернуть вам телефон. Потому что если вдруг с ним что-то случится, вы будете говорить, я так и знал. Я так и знал, что Бог мне не поможет. Я так и знал, что Бог не собирается для меня это сделать. Я уже так и знал, что Бог не исцелит меня. Я, когда начинал молиться, уже понимал, что Бог не собирается ничего делать для моей жизни. Это состояние, о котором Иаков пишет. Если вы хотите получить что-то от Бога, доверьте. Отдайте Ему. Если вы держите свою проблему и просите Господь сделать что-то, но я не хочу это отдать тебе, вы сомневаетесь в Его помощи, в Его силе, в Его могуществе. Поэтому, когда Иаков призывает, он говорит очень прагматичную вещь. Это не вещь мистики. О, я чувствую, я отдаю или не отдаю. Доверие. Это знать, кому я доверяю. Иными словами, когда мы возлагаем переживания, мы ожидаем от Него помощи. Это ежедневное наше действие. Мы входим в покой. Я знаю, в кого я уверовал. Может подняться буря в моей жизни, может подняться шторм. Но я хочу доверить Иисусу. Может, даже поломалась машина. Иногда свидетельства про машину звучат с кафедры. Но я понимаю, что я хочу доверить это профессионалу. Я могу полезть сам, но могу сломать. Я доверю это профессионалу. Это займет какое-то время. Это не лишит меня, может, переживаний. Но я доверил. Понимаете? Вопрос не заключается в том, что когда я доверил Иисусу и помолился молитвой веры, я стал безэмоциональным человеком. Я продолжаю, может, где-то переживать. Но я знаю, что я доверил. Покой постепенно наполняет мое сердце, потому что я знаю, кому я доверил. В этом и заключается суть молитвы веры. Я молюсь не просто, чтобы рассказать Богу о проблеме. Я молюсь о том, чтобы переложить его. Приложить на него. Возложить, Библия говорит, заботы на него. Я понимаю, может, звучит странно, а что это я перекладываю проблемы свои на Бога? Но он сам так захотел. Он говорит, я возьму бремя ваше на себя. Я возьму его на Голговский крест, чтобы разобраться с ним. Вы не должны с этим жить. Вы не должны тянуть это на себе. Придите ко мне, все труждающиеся, бремененные. Говорит, я успокою вас. Я возьму ваше бремя. Я возьму на себя. Взамен я в свое дам иго. Мое иго благо, мое иго легко. Это иго быть моим свидетелем. То, что я сделал для вас, идите, расскажите по всему миру. Будете мне свидетелем. И я для этого еще дам вам силу Святого Духа, чтобы вы были свидетелями, являющими действительно живого Бога. Но это другая тема. Итак, возвращаясь к молитву веры. Какой же источник того, что мы можем действительно доверить это Богу? И послание Якова раскрывает нам очень интересный источник молитвы веры. Ну или скажем, почему наша молитва веры работает? И это известное местро говорит, «Злостражди, кто пусть молится». Это пятая глава с тринадцатого стиха. «Злостражди, кто пусть молится, весел, кто пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призвет пресетировав церкви. Пусть помолятся над ним, помазав елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь». Смотрите, здесь в этом стихе прекрасно все. И простятся грехи, если он сидел. Помолятся, да? И вот этот стих, который нам высветили сейчас, давай следующий сразу. «И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь». Не человек исцелит болящего, болящего восставит Господь. Но он сделает это тогда, когда человек Божий или сам человек, то есть пресвитер в данном случае, или сам человек, он в своей молитве отдаст проблему Иисусу. Как бы банально это ни звучало, да? «Отдай проблему Иисусу, он решит их за тебя». Пелось раньше в одной харизматической песне, но тем не менее, молитва веры откроет действие силы Божьей в твою жизнь. Это звучит, может быть, для кого-то слишком примитивно, но это работает именно так. Если я болен, если я в трудной ситуации, я могу призвать кого-то или могу помолиться сам, но все, что мне необходимо для моего решения вопроса – молитва веры. Потому что именно молитва веры откроет действие силы Божьей в мою жизнь. Именно молитва веры. Или он сказал, «Господь, я сделаю по слову Твоему, пусть узнает, что Ты Бог, а дальше делай Ты. Я не могу зажать эту жертву, я не могу зажать эти дрова, там много воды, но я сделал то, что я должен был сделать. Я отдал проблему Тебе. Разбери с пророками Вааловым, верни сердце народа к себе. Это Ты Бог, и Ты это делай. Поэтому молитва веры – это перекладывание проблемы моей на Господа. И в данном случае, если я болен, я перекладываю это на Него, Господь. Я ожидаю Твоего восстановления. Мы переходим к молитве отчаяния. Почему я ее так назвал? Я помню историю одной из сестры, которая приходила ко мне на беседу. Я скажу это как собирательный образ, я не буду вдаваться в детали, но суть была такая, у нее возникла определенная проблема, и она начала ее решать. Она пошла к одному служителю, к второму, к третьему. И каждый служитель добавлял что-то свое. Кто-то говорил, что это не проблема, это Тебе от Господа, это крест, это премия и прочее. Когда она уже запуталась, она поехала по пророкам. И сегодня пророки – замечательные люди. Я верю в то, что некоторые из них действительно говорят о Духа Божьем, но многие из них стали прорицателями. И эти люди стали говорить ей такие слова из разряда «ищи Господа», «взывай, вопияй, кричи, ищи, Господь выйдет навстречу». И это так проходило много лет. Чем больше она ездила, тем больше эти пророчества умножались и умножались на тему, что ищи, вопияй, кричи, стучи. И в какой-то момент она пришла к отчаянию. У нее начали ухудшаться ее психическое здоровье, ее нервные системы, и она пришла в очень жалкое состояние. И она была похожа на высохшее дерево, которое сидело посреди собрания, и в то время, когда проповедник из-за кафедры с елейным видом призывал всех радоваться, она понимала, что внутри пустота. Когда из-за кафедры лились песни, или из-за сцены лились песни о любви, как прекрасно с Иисусом, она чувствовала, как погана с Иисусом, потому что я вся высохла от своей проблемы, и я молюсь уже много лет, и я кричу к нему, и вопияю, и ничего нет. И знаете что? В такой ситуации я понимаю одно, что происходит в духовном мире. Вот здесь и из-за вель наносит ответный удар. Загоняя людей в состояние, когда год за годом с такой, знаете, бэкграунд, насмешка где-то из духовного мира взывай громче. Может быть, твой Иисус спит. Может быть, Он в дороге. Может быть, Он задумался. Кричи еще. Раздирай небеса. Бей поклоны Господу. Рви на себе волосы от отчаяния. Езди по пророкам. Езди в дальние концы земли. Пастись до изнемождения. Молись. Вопияй. Ползай по полу и кричи Господи помилуй. Исповедуй в сто пятьсот раз по кругу все свои грехи и снова-снова безвыходный круг. Это не действие Духа Божьего, друзья. Это месть за унижение от пророка Илии. Это месть современных демонических сил за унижение, которое было у этого потока. Это месть за тот эпизод, когда пророки Вааловы целый день скакали, А Илия смеялся и говорил, кричите громче. Кричите громче. Может быть, Ваал вас услышит. И знаете, с чего начиналось? Начиналось с простой молитвы пророков Вааловых. Потом начинался крик отчаяния. Потом они начинали колоть себя копьями и истязать. Что происходит сегодня? Этот сценарий проживают многие верующие люди. Независимо от динаминации. Сегодня многие православные люди попадают в плен вот этих вот, знаете, постоянной искания милости. Даже молитвы созвучны этому «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Что происходит? Мы попадаем в какую-то бесконечную череду нужды умолять Господа о прощении, умолять о милости, умолять о любви. Дай мне этой любви хоть капельку, хоть чуть-чуть. И когда ты понимаешь, что через 10 лет человек приходит в жалкое состояние, его болезнь прогрессирует, его психика стала неустойчивой, его нервная система полностью подорвана, врачи уже всерьез ему прописывают антидепрессанты или нейролептики, а люди в церкви везут его на очередную молитву и на очередной молитве. Дух Святой снова говорит, «О, если бы ты ревновал! О, если бы ты искал лица моего! Я бы вышел навстречу, я вел милость! Но так как ты не ревнуешь много и не веришь в сердце, и так видит Господь не сокрушен до конца, и много твердынь, и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, поэтому ищи, иди, едь дальше, ищи». И знаете, что это? Это насмешка из Авели. «Взывай громче!» «Взывай!» «Может быть, Бог твой в дороге!» «Но я знаю, что мой Иисус не такой!» И все, что здесь происходит, это всего лишь отчаяние, которое глубоко поразило духовную жизнь человека. И знаете, кто ему нужен? Библия говорит, увещеватель. Для того, чтобы кто-то ему сказал, брат или сестра, остановись. Выбрось ты эту религиозную ерунду пророческую из своей головы. Это не пророчество, это прорицание, это ложь. Они врут о Боге и даже не краснеют, потому что Евангелие, как фундамент, Библия призывает рассуждать над пророчеством, если оно противоречит фундаментальным вещам, можете смело выкинуть это. Так вот, Евангелие Иисуса, говорит Христа, «Придите ко мне, труждающиеся, обремененные. Я успокою вас». Почему мы любим грешника, кающегося всегда больше, чем своих братьев и сестер по вере? Почему у пророков так много милости к алкоголикам, мы готовы целовать их и раздавать им такие пророчества, «Сын мой вернулся, возлюбленный». Но когда этот сын пробудет 10 лет церкви, мы готовы стирать его в порошок, потому что Изавель мстит. Изавель продолжает мстить. Этот дух очень обиделся на то, что сделал пророк Илья. Я говорю сейчас прообразами, поймите меня правильно. Он продолжает издеваться, приводя людей к неверию, потому что я начал с этого места. Павел, учащий Тимофея, говорит, «Отступят от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». Отступят от веры, и тогда уже молитва будет доходить просто до потолка, потому что будет исходить из отчаяния. Она не будет давать жизни, потому что в ней не будет жизни, в ней будет отчаяние, отчаяние, неверие, разочарование. Потому, друзья, что мы можем с этим сделать перед тем, как мы будем сейчас молиться? Итак, еще раз, вот признаки молитвы и отчаяния. Я хочу, чтобы мы четко знали, если мы попадаем в такую ситуацию. Это, во-первых, хождение по кругу. Ты не можешь вырваться из какой-то ситуации. Если твоя молитвенная жизнь какой-то проблемы – это хождение по кругу, беги срочно к церкви, к Божьему народу, кому-то из адекватных служителей. Я здесь подчеркиваю дважды двойной линией слова «адекватных». Не там, где вы услышите, «На веерном, ты мало вопиешь и взываешь, давай вопияй дальше» тем, кто сможет оказать вам помощь. Второе, кроме хождения по кругу, это вот это нагнетание градуса безнадежности. Когда в очередное пророчество вам снова присылают где-то на бумажке и там написано, «Господь говорит, это гром от меня, и поражу дальше». Но если Господь уже вам сказал «поражу дальше», то расслабьтесь. Понимаете? Вы ничего с этим не сделаете. Я предлагаю вот этим людям, пророкам, включить мозг. Если кому-то Бог открывает, я поражу дальше, и тебе нет шансов, расслабьтесь. Вы все равно с этим ничего не сделаете. Просто живите. Потому что если тот, кто сотворил небо и землю, сказал «поражу вас», just relax, потому что вы ничего с этим не сделаете, как бы вы ни молились. Но я знаю, что Он не такой. Это то же самое, вы стоите перед муравейником, они не поклоняются мне так, как должны поклоняться. Поражу их. Порази. Они даже не знают, что ты им стоишь над ними. Бог не будет заниматься мелочностью, как люди. Когда он говорит «я гневаюсь», он гневается. Когда он говорит «я люблю», он любит. Он говорит «да-да», «нет-нет». Если он говорит «взыщи меня, и я отвечу», пророку Илле достаточно было сказать пару слов, и огонь сошел с неба. Все, что называется хождением по кругу бесконечному, нагнетанию градуса напряженности, это насмешка из Авели над нашей верой. Это просто издевательство над молитвой, говоря «вопияй большее, кали себя копьями, истязай себя». Мы говорим, ну мы не истязаем себя, кровь не льется по нам. Знаете, почему у людей, верующих, так много нервного истощения? Знаете, почему сегодня так много в церквях выписывают антидепрессантов людям? Если вы спросите по церквям сегодня, вы удивитесь, как много людей принимают препараты, потому что нервное истощение наступает от некой формы самоистязания, когда вы самокопаетесь внутри, грызете себя. Это подобно тому, как если бы вы кололи из себя, и кровь лилась, тело получает ущерб. В данном случае душа получает ущерб. И вы идете за порцией антидепрессантов, и вынуждены пить таблетки, чтобы восполнить свои силы. Это самоистязание, и это насмешка из Абели. Это не молитвенная жизнь, друзья. Молитвенная жизнь дает внутри покой, мир, благодать и жизнь. Вы наслаждаетесь временем с Иисусом. Вы не мучаетесь от общения с Иисусом. Итак, источник, как мы говорили, назовем условно какой-то дух сомнения, неверия. Можно по-разному говорить. Человеческое отчаяние, это духовное влияние. Но будем помнить то, что апостол Павел сказал Тимофею. Люди отступят от веры, внимая влияние чему-то, но за этим влиянием будет стоять демонический мир. Из-за унижения, которое тогда прочувствовал духовный мир, Изавель будет продолжать мстить. И нам не нужно этого бояться. Что мы можем с этим сделать и как исправить ситуацию перед нашей молитвой? Я уже не буду читать даже. Я просто хочу вам напомнить историю блудного сына. И в этой истории все красиво, и все прекрасно, и все очень просто. Первое. Отец не побегит за вами туда, куда вы отправились. Если я хочу молиться молитвой отчаяния, я буду разрушать свою жизнь у этого свиного корыта, и так и будет. Если я полез в свой телефон сам, пойдет дымок, он развалится, и так и будет. Это мое решение. Знаете почему? Потому что есть один важный святой Божий закон, который Бог соблюдает. Я, это мое убеждение, более всего на земле. Это закон свободной воли. И мое убеждение, знаете, почему он это соблюдает, более всего на земле? Потому что Бог хочет знать, что суд будет справедливым. Закон свободной воли нарушает грех, нарушают бесы, нарушают люди сами, но только Бог соблюдает ваш закон свободной воли. Иными словами, когда Он поместил вас в этот мир, Он сказал, вы можете делать все, что угодно. Это ваше право. Но однажды за это будет суд. И суд будет справедливым, потому что никто со стороны неба, ни Бог, ни ангелы Божьи по его повелению никогда вашу свободную волю ничем не поработили. Можно с этим спорить, можно сказать, что Бог поместил в обстоятельства и прочее, прочее. Но, поверьте, для того, чтобы суд был справедливым, вы должны каждое решение принять сами. Иными словами, если я решил быть в отчаянии и молиться в отчаянии, почему Яков пишет, да не думает такой человек получить что-то от Бога? Это мое решение, и я буду в нем оставаться. Если я решил чинить свой телефон, это мое решение. Я решил не доверять его сервисному центру НИТЭЛ, который находится возле колхозки, это мое решение. Три раза я прорекламировал сегодня НИТЭЛ. И вы знаете, друзья, я просто немножко разрядил вас опять, чтобы, возвращаясь к истории блудного сына, Бог не пошел или отец не пошел за этим сыном к свиному корыту. Но как только сын принял решение и поверил, что там его примут, он поднялся и пошел к отцу. Все, что нас сегодня ожидает Господь, то, что мы поверим молитвой нашей веры, мы доверим нашу проблему и переживание Богу. Я понимаю, звучит очень просто и даже как-то примитивно. А где же искание? А где же старание? А где же какие-то глубинные усилия и прочее, прочее? Направьте это все на то, чтобы освещаться, чтобы познавать волю Божью, делать добро, делать благо ближнему, любить ближнего, служить ему с чистым сердцем, если вы хотите направлять куда-то свои усилия, но благодать вы не можете себе купить. Сын не мог заплатить за милость отца. У него не было ничего, кроме рваной одежды, испорченной репутации и пустого банковского аккаунта. Он, возвращаясь к отцу, шел с опущенной головой, понимая, что он мог продолжать сидеть в отчаянии у свиного корыта или верой прийти хотя бы в число наемников. И когда он шел с опущенной головой, он дошел до определенной точки, когда этого было достаточно, его веры было достаточно, чтобы отец принял его в объятии. И его жизнь изменилась. Он снова был принят в Божью любовь, он получил новую одежду, перстень на руку, он был восстановлен в правах, не потому, что он заплатил за это отцу, он доверился любви отца. Так вот, чтобы убрать отчаяние своего сердца, все, что нам нужно, узнать в сердце отца. Сердце любящего Бога отца, который возлюбил тебя и меня. Это не значит, что он потакает моим грехам, это не значит, что он сквозь пальцы смотрит на мои проступки, это значит, что он любит меня как сына. Я хочу предложить вам подняться сейчас на ноги вместе со мной. Мы совершим молитву, мы помолимся. Резюме, друзья, закон свободной воли и справедливости Божьей заключается в том, что у меня есть выбор всегда, либо быть в сомнениях, быть в разочаровании, постоянно удар за ударом получать это изовели, новый-новый укор, пинок, постоянно чувствовать себя брошенным, ненужным, пустым, опустошенным, болезненным, на нервах, недостойным любви, недостойной милости, жить в страхе, либо мой выбор сегодня делать или жить молитвой веры. Господь, я принимаю Твую любовь, я отдаю Тебе свои переживания, я полагаю на Тебя, это моя молитва веры, я живу этой молитвой веры, это мое решение, и я знаю, что искупитель мой жив. Друзья, когда вы исповедуете слова в своем сердце, вы исповедуете слово Божье, вы исповедуете истины Божьей, благодать Божья, она действует в вашем сердце. Давайте будем молиться сейчас.